Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин сегодня с рабочей поездкой посетил Западно-Казахстанскую область. Глава правительства ознакомился с работой предприятия нефтегазового сектора, развитием промышленного кластера, состоянием объектов ЖКХ и ходом жилищного строительства в регионе. В областном центре Уральские начали возводить новый микрорайон на 80 тысяч жителей. Еще около 2000 квартир сдадут по программе Норлежер. Снижение добычи газа на крупнейшем в стране нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганаки ожидается в ближайшие недели. На перерабатывающем комплексе предстоит плановый ремонт. Об этом доложили премьер-министру Аскару Мамину в ходе его визита в регион. Карачаганак Петролиум Оперейтинг – одна из лидирующих компаний в стране в сфере увеличения доли местного содержания в товарах, работах и услугах. Мы нацелены на дальнейшее повышение показателей в данной области. Наша компания также является крупнейшим работодателем в регионе. Сегодня у нас работают более 4000 высококвалифицированных казахстанцев, а в подрядных организациях трудоустроены свыше 15 тысяч человек. Осмотрел глава Кабмина и установку комплексной подготовки газа. Она обрабатывает более полутора миллиарда кубометров газа в год. Но на теплоэлектроцентраль Уральска газ пока поступает от ветки Оренбург-Новопсковс. В год ТЭЦ вырабатывает свыше миллиона гекокалорий теплоэнергии. Основные проблемы в городском ЖКХ – дефицит питьевой воды в связи с обмелением Урала и порывы на коллекторе, оставляющие горожан без воды порой на несколько дней. Городу предстоит перейти на подземные источники воды и заменить около 20 километров канализационных сетей. В областном центре главе правительства также показали новые предприятия по утилизации резины, где перерабатывают все виды шин. А Уральский мясокомбинат вошел в число отечественных экспортеров мяса. Причем производство безотходное. Выпускается костная мука и жир, запустят и переработку шкур. Планируем на текущий год произвести более 10 тысяч тонн продукции. Сейчас заключены контракты с рядом компаний российских по поставке мяса. Также заключены контракты с Ираном и с Китаем. Осмотрел премьер-министр новую линейку продукции одной из крупнейших в республике мебельных фабрик, а также линий по производству макарон, комбината хлебопродуктов. В целом объем производства промышленной продукции в области составил почти полтора триллиона тенге. Пять проектов стоимостью 7 миллиардов тенге вошли в карту индустриализации. По этой программе несколько лет назад запустили в городе и трансформаторный завод. Сейчас здесь на экспорт уходит 90% продукции. Теперь на заводе запускают и производство панельных радиаторов. Это еще 120 новых рабочих мест. Причем предпочтение отдается молодым специалистам. К примеру, Даурен Жиринбаев приехал в Уральск по программе Сирпен. И только этой весной получил диплом электрика. Здесь я проходил раньше практику, в первом курсе проходил, еще в третьем курсе проходил. Четыре месяца я обучался здесь, потом меня приняли сюда на работу. С перспективами застройки областного центра и реализации жилищных программ премьер-министр ознакомился в строящемся микрорайоне Ахжаих. В этом районе будет жить порядка 80 тысяч уральцев. В возведение домов и подведение коммуникаций инвестируется 830 миллиардов тенге. Дома в Уральске строятся и по программе государственного частного партнерства. На месте снесенных аварийных зданий уже построено 4 дома. Еще 8 многоэтажек строятся сейчас. Около 2000 квартир сдадут до конца года по программе Нур-Лажер. В текущем году более 13 миллиардов было выделено на строительство. Это было начато более 17 многоэтажных домов, более 83 домов в сельских населенных пунктах. В данное время работы все ведутся согласно графику. И в текущем году мы до конца года в городе Уральске сдадим до 9 МЖД. И 50 домов мы сдадим в сельских населенных пунктах. В ходе посещения агротехнического колледжа Стармамина смотрел работу системы 3D-проектирования зданий и объектов. И ознакомился с проектами по цифровизации региона. Батагаз Базарбаева, Бладжар Лгасов, Канат Махмутов, Западная Казахстанская область, Хабар, 24.